В начале сентября аграрии Ленского района приступили к уборке урожая картофеля. Дождливая погода летом одних фермеров порадовала хорошим крупным картофелем, других заставила бороться за урожаем. Но в целом ленчане с трех соток собирали до десяти мешков и даже больше. Подробнее об этом расскажут наши коллеги. В этой лунке картошки действительно много. Мелочи практически нет, картофель крупный, красивый. Без сомнения, ежегодный план 8 тысяч тонн будет выполнен. Еще в августе были выкопаны поля в поселке Южная Нюя. Не отставали наторинские и хамринские фермерские хозяйства. Районная служба земледелия констатирует, нынешний год для растеневодов благодатный. Урожайность нам дают 105 гектар. Это вполне выполнимая урожайность, потому что даже натора сейчас копают и дают 110-120. У них такой урожайности очень редко бывает. Они обычно выходят на 80-90 центнеров в гектар. Гораздо лучше, чем был у нас в прошлом году. Позапрошлом многие говорят, что два года такого картофеля не было. Другая ситуация наблюдается в хозяйстве Ленские зори. Их поля не оборудованы поливом, и надежда фермеров на погоду не оправдалась. Поддержка из федерального бюджета на возмещение сельхоззатрат в этом сезоне составила 19 тысяч рублей на гектар земли. Еще 12 тысяч на тонну картофеля – районная субсидия. Но для обработки 28 гектаров земли этих средств попросту не хватает. Да и техника держится на добром слове. Потихоньку справляемся. Техника старая, вся уже. Менять надо, а не за что менять. Когда нужны были дожди, их не было. А сейчас убираем, тоже дожди пошли, и поля сырые. Сейчас убираем. Ну, где-то с гектара, может, где-то 8 тонн от силы. С центра получается. Тем огородникам, кого сезон не порадовал хорошим урожаем, придется приобретать картофель на местном рынке. Несмотря на высокую стоимость от 300 до 500 рублей за ведро, он пользуется большим спросом.